E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Итак, друзья, мы вновь с вами в эфире и продолжаем наблюдать за интереснейшими играми в рамках Star Series. E-Home King, Witcher Gaming, Reborn на наших экранах. Для вас ту игру комментируют колоды силы Blow Your Brain. И такой вот сразу вопрос к Blow Your Brain, как к единственному аналитику, находящемуся сейчас на нашей трансляции. Вот парни в чате спрашивают, значит, Армлет Дезолятор винрейт с этими артефактами 55%, а Радик Мьёльнир винрейт 82%. Как быть? То есть цифры, статистики несколько неверны в отношении, допустим, игроков, профессионалов, потому что все-таки там статистика собирается с пабов или как-то по-другому это можно объяснить? Ну или вообще все в сути ситуативно и забейте на цифры. Так, а еще раз, теперь можно вопрос, потому что я прямо подбежал в середине. А, в середине вопроса. Помнишь, на прошлой карте мы обсуждали с тобой Райскинга, и ты говорил, что вот парень нормально собрался, Блинк, Дезоль, Армлет, и можно с этими артефактами там убивать с двух критов. И вот парни в чате подняли статистику, ну я так понимаю, на татабафе где-то, и по статистике Армлет и Дезолятор винрейт с этими артефактами 55%, а Радианс и Мьёльнир винрейт 82%, вот тот типа папичевский билд. Как можно это объяснить? Ну это разный уровень игры. Понятное дело, Радианс и Мьёльнир не требуют особого ума к их применению. То есть артефакты сами по себе просто работают, ты быстрее формишь, и за счет этого покупаешь себе быстрее артефакты другие, и выигрываешь. Именно за счет того, что ты покупаешь себе очень много артефактов. Не за счет того, что ты там как-то хорошо сыграл, а за счет того, что ты просто убил быстрее крипов и больше, чем твой противник, скажем так. И на лоу рейтинге это работает очень хорошо, поскольку люди с плохим уровнем игры, если сталкиваются с такой ситуацией, что, допустим, Алхимик на 15-й минуте там выходит в 3 слота просто потому, что не просто, не потому что, точнее, что Алхимик такой молодец, там играть умеет суперкруто, а потому что у Алхимика есть вот его пассивка, он ее на 4 прокачал, купил себе 3 слота, вышел и начал всех убивать райт-кликом. Окей, то есть некоторые просто билды проще в исполнении, а на рейтинге, ну, которые пониже, естественно, это, то есть не требует больших затрат сил. Я не спорю, не спорю, Радианс на ВК неплох, поскольку у него 2 жизни, он очень долго живет, очень много дэмэджа делает в драке за счет этого Радианса. Ну, не всегда он хорош. Есть моменты, когда ты нуждаешься в большом количестве дэмэджа на ВК, и вот этот билд, как раз-таки, через Армлет Дезолятор, вот яркий пример, 2 айтема стоят 3,5 Дезолятор, да, и 2,200, да, там где-то у нас там. Ну, 2,300, что-то такое. Ну, да, в этом районе, то есть за 6 тысяч ты себе покупаешь минус 7 брони врагу, плюс 110 урона, плюс, там, сколько, 25 силы, плюс 7 брони, да, ну, 500 хп, ну, то есть просто огромные бонусы, реально огромные. По сравнению с Радиансом, который стоит, там, сколько, 500, да, ну, почти столько же, почти столько же стоит Радианс, как Армлет с Дезолятором. Но Армлет с Дезолятором позволяют тебе просто ваншотить героев, а Радианс тебе позволяет быстрее формить. И вот ты выбираешь, кого, как ты хочешь играть, убивать героев или убивать крипов. Что ж, друзья, я думаю, Блава всецело ответил на этот вопрос, и вы теперь можете понимать, что цифры статистики это хорошо, но цифры статистики для профессиональных игроков и для, ну, в целом, грубо говоря, ПАП, ММР гейминга, он немножко отличается. Мне нравится сейчас однозначно, что сделали Яхоумкин, а есть такая добрая пословия, что их клин-клином вышибают. Ну, кстати, это может сработать, поскольку вообще единственная адекватная такая контроль чейместа, это и есть Ancient Operation со своим ультимейтом. Нет такого другого героя, который бы заблочил весь хил алчемисту, а, собственно, в этом и смысл его ультимейта. Так-то, друзья, Алхимик и Аппарейшн для Вичи Гейминг Реборн, но Вичи Гейминг Реборн теперь берут Леона и Бэтрайдера, так что теперь уже с их стороны будет какая-то вот эта быстрая агрессия. Да, жесткая инициация, контр-инициация, такие два серьезных героя в плане Дизейбл уже Вичи Гейминг Реборн могут добирать себя различного рода героев и, в принципе, не ошибутся, поскольку все в порядке с инициацией, все в порядке, в принципе, уже даже и с дэмэджем, или он наносит какой-то дэмэдж и Бэтрайдера, то есть если брать героев даже не жадных, не супер-дамажащих, а таких более сбалансированных, то пик у Вичи может выглядеть очень круто. Но в любом случае им нужен герой, который наносит большой физический урон, как-то так, потому что Алчемист слаб к физическому урону, возможно, вот, а, лайфстиллер в бане у нас. Ну а почему тогда не взять того же Рейф Кинга назад или в журнал? Нет, Рейф Кинг так себе. Не, ну хотя ты знаешь, если вот он как раз-таки опять себе купит вот этот Армлет, Дезолятор, потом купит себе еще какой-нибудь там МКБ, ну, Блинк, понятно, Блинк не обсуждается. На ВК Блинк маст хэв айтем, ты с него инициируешь, ты как-то подбираешься к врагу моментально. Ну, я имею в виду, что ВК милишный герой, ему тяжело, у него не особо высокий ему спид, он даже маленький, я бы сказал, у него. Он пока подползает к врагу, кидает стан, это надо еще подбежать, потому что враг, пока стан летит, враг чуть-чуть отбегает от тебя, это тебе надо преодолеть огромную дистанцию, и там ты доходишь только один удар кое-как делаешь. А с Блинком ты влетаешь, просто моментально кастуешь стан, ну, Блинкаешься прямо рядом к врагу, у него нет возможности даже обычно как-то увернуться от этого стана, ты его кастуешь почти моментально и уже бьешь непосредственно. Хорошо, но, а если другие варианты, вот, например, Свен еще есть, есть еще, этот вот, жабка эта, которая прыгает, Сларк, может быть, эти герои будут неплохо смотреться, тоже могут, кстати, вот, например, Сларк, он, в принципе, может допрыгнуть до Алхимика даже без Блинка. Сларк, ну, как допрыгнуть без Блинка, все равно Сларк нужен какой-то айтем для инициации, будь то Латар или Блинк. Ну, Латар, вот, допустим, да, тоже. Ну, в общем, эти герои хороши или все-таки чуть послабее будут? Или тут надо больше героев без дамага? Мне кажется, что и тот, и тот хороший вариант. Скорее, тут решает то, что хотят сами, Вичи Гейминг и Борн. В принципе, тут уже у Ихоум Кин просто такие герои, которые хороши против всех героев почти. И многое будет зависеть от реализации вообще пиков обеих команд. Ну, вообще, да, Ихоум мне нравится, как они проводят драфт. Вот они, допустим, забанили Гулю и Урсу, опять же, то, что ты говорил, да, защитились от возможных физ... Да, сильный физический урон. То, что контрит Алчемиста. Они делают ставку явно на Алчемиста и в прошлой игре это было видно. Просто сейчас не дали Вичи возможности законтрить по полной этого Алчемиста и посмотрим, как у Вичи получится ли убить его. Плюс эти герои еще, как бы, неплохи и против Тайдхантера, против, там, аппарата, тот же Гуля, тот же Урса. Могут избегать урон, есть плотность, есть чем танковать. Но Вичи Гейминг и Борн решили сыграть вот так вот, в Супер Лейт решили сыграть и показать противнику, что у вас фармит Алхимик, у нас будет Спектра и посмотрим, кто кого. А у Спектры, я так понимаю, тут вот нарисовалась очень неплохая трипла. Леон Феникс, который гангать, ну, могут при определенных обстоятельствах, могут и на линии стоять, но, скорее всего, гангать. Ну, вот сложно, как ты считаешь, все-таки они будут гангать или нет? Потому что там Тайдхантер стоит, а Тайдхантер против Милишного Кэрри, ну, или даже Акс, ну, кто угодно пойдет на сложную линию. Ну, Феникс, Феникс может зонить Тайдхантера. Извини, что перебил, но я уже просто понял твой вопрос, поэтому сразу начал на него отвечать. Собственно, Феникс у нас способен гонять неплохо Тайдхантера, с Андреей очень жесткий спелл в этом плане, он дамажит там, как это вообще нереальное количество, он дамажит чистым уроном. Ну, или он может себе позволить иногда ромить на другую линию, а так, втроем, они способны даже убивать этого самого Тайдхантера, если он будет out of position. Пока что мне нравятся герои Вичи, но тут есть одна проблемка. Ancient Operation Axe уже очень два жестких героя, у Yehome King, при желании они могут добрать еще какой-то дизейбл себе, не знаю, Mergeful Spirit, Crystal Maiden, что там у нас еще есть такого эффективного, ну, раз-то не очень. Ну, в общем, такого плана героя с каким-то дизейблом и пойти 3 на 3 стоять. Может, саленсера вообще взять? Не-не, это плохо, ну, нужен им стан какой-то направленный, как они будут цеплять героя с саленсером, только если Axe заагрит, ну, а ты можешь постоянно контролировать рейндж. Что? Ну, вот Тайд, Реведж, там, типа... Ну, а на линии? А, в этом смысле, да, на линии, да. Ладно, согласен. Ну, что ж, еще один вот физдамаг появился. Ну, и Реведж это тоже маловато все-таки. Два дизейбла в команде, ну, стан алчемист, хотя есть еще, в принципе. Не знаю, обычно же не играет как раз-таки вот не через даггера, не через лотар у нас. Окей, ну, это Лина. Это Лина с дизейблом и для линии, и для файта, и с таким уроном. Ну, стан у нее тоже не такой, чтобы прям цепануть, ты знаешь, у нее стан скорее фоллоуап. То есть она может под Axe неплохо застанить, или под Тейдхантера, но, опять же, не начать первой. Ну, или под Алчемист. Ну, это да. Вот раньше, я помню, еще давно-давно-давно, когда была там первая дота, то Лина могла... Ну, то есть игроки прям специально учились вот тому, чтобы просчитывать стан, и чтобы можно было попадать Линой или там Лешраком. А сейчас там все собирают какие-то еулы, или вот как ты говоришь, фоллоуап. То есть, не-не-не-не, я не буду стан, давай, то есть пусть ворвется Алхимик, там, Рейс Кинг, Акс, кто угодно. Конечно, ты можешь попробовать дать на ход, но сейчас уровень игры другой совсем. Все научились уворачиваться, все понимают, что Лина хочет тебя застанить. Ты будешь стрейфиться в разные стороны. Ну, попасть в России невозможно. Если только как-то out of vision, то есть стоять, допустим, в лесочке, там, где тебя не видно, как-то из кустов, заюзать стан, тогда ты, да, можешь попасть вполне себе легко. Но такие ситуации бывают далеко не всегда. И вот мы видим, и Хоумкин у нас спешат, да, в чужой лес, в Смаке, хотят они кого-то найти. Ну, и я думаю, что найдут у нас сейчас спектру, они вот подходят как раз по таймингу. На прошлой карте... Не-не-не, смотри, у нас end. Не, ну, буду драться, сейчас на прошлой карте они 4 в 1 сделали, думаю, сейчас то же самое. Вот аппарат там позиции может там набрасывать. Ну, нет, спануть, кстати, это нечем, вот опять же, да. Вот Лина пусть стан дает, покажи мастерство, девочка. Самое главное, чтобы вот Феникс сейчас... Феникс, Феникс, вот он и попался, или нет? А он видит, 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 ну надо качать уже Икару с Дайфом. Да, нам, вот почему же на стан не дает? Вот этот фоллоуап, ленивый просто, но он же мог попасть, или нет? Ну, вот так вот Феникс... Да, в теории, Фуай должен был вообще уже вкачать Икару с Дайфома. И мутить, вообще. Ну, да, не, ну, кстати, он мужик, то что не вкачал, потому что ему может пригодиться еще Санрей. Ага. Ну, то есть, даже на первом левеле Санрей, ой, и не смог, не смог у нас Фуай своровать руну. Хотя попробуйте, кстати, мы видим, у Фуай уже есть этот шлем крутой из батл пасса. The International 2016. Вот это вот у Феникса такая, какая-то горящая голова. Ну, шлем, шлем, да, ну, красивый шлем. Я не знаю, возможно, он меняет анимацию какую-то. Можно будет передать другим после 14 августа. Шлем Иммортал. Ну, давайте чуть поближе его рассмотрим. Ну, честно говоря, Феникс и так сам по себе довольно красивый, яркий персонаж. И вот шлем, ну, не знаю, не то, чтобы он теряется на его фоне. Ну, да ладно, и любители, я думаю, оценят. Друзья, видишь, все-таки не хотел Фуай улетать на Икару с Драйви. Хотел приберечь его для руны. Для руны и попробовать ее украсть. Но оставят они триплу, опять же, имеется в виду Яхоум Кин, в сложную против Спектры. И это абсолютно оправданное, верное решение. Потому что в Спектре фармить нельзя давать. Спектра не может уйти в леса, там, сменить линию. И там тоже, ну, то есть сменить линию-то она может. Но я думаю, они будут просто преследовать ее и не давать ей фармить. Ни на топе, ни на боте, нигде бы то ни было еще. Это хорошо, давайте посмотрим, что там на фармила Спектра. Уже три крипа она имеет. Ну, ладно, пока фармит, но, как бы, пока что не очень хорошо. Акс опять, смотрите, смотрите, пошел, пошел. Пошел Акс, просто всех прогонять, стаки не дают делать, ничего. Такие эти Яхоумы... Вот сейчас не получилось, Юлины попасть. Ну, правильно, они все делают. Они запулили тут крипов. Просто убивают две большие нейтральные пачки крипов. Пак крипов команды Дайер. Да, хорошо, Икспы. И заденайли почти всю Икспу у нас. Ну, там где-то рядом были вроде бы ВГР, могли там что-то получить. Но вообще, да, как минимум они заденайли... Нет, если нейтральные крипы убивают вражеских крипов, ты не получаешь опыта вообще нисколько. Ага. Такая вот есть штука. Слушай, а я, честно говоря, не знал, что так есть. Я думал, что если ты рядышком стоишь, то ты Икспу получаешь. Нет. А, ты Икспу получаешь, ты Икспу получаешь. Ты ноль получаешь. Ты только получаешь за нейтральных. За нейтральных, да, да. Все, я понял. Орайт. Все ж, спасибо за науку. Хорошо. Хорошо. Но битва-то продолжается. Здесь парни не собираются расходиться. Шесть персонажей. Конечно, еще ворваться очень сложно. Больше, наверное... Ага, вот наконец-то ворвались. Под копом по линии попадают. Спектрадал какой-то неточный... Нет, точный даггер. Там еще поджигает Феникс. Но может еще разбрасывать фаер-спириты. На самом деле у него, кстати, еще один этот спирит. Можно бросить. Да, бросает он, кстати, по линии вроде бы попал. Да, да. Ну так, разменялись понемногу ХП у нас. Трипл-лейный команд Вичи Гейминг, Реборный и Хоун Кин. И, обрати внимание на мидл, кстати, у нас там Темпларка пока что лидирует по крипам. Да, я текнул по артии, делает ли отводы. Вот он, кстати, не делает отводы, эншентов. Темпларка, да, молодец. Ну неприятно, конечно, Темпларке, кстати, противоалхимика, естественно, потому что... Ага, тут вот опять отвод, да. Что ж такое, тут крипы бьют крипов и все бьют друг друга, Акс. Акс, правда, чуть дальше стоит. ДДС пытается там как-то заденать крипа... Ну, вообще, не заденать, а просто убить Акса. О, Акс сагрил, сагрил на фвайя. Олрайт, ну, стан подкоп. Минус Феникс, это ФБ. Акс молодец. Теперь он отступает. Его очень хотят разменять, забрать как-то, но спектакль... Ну, его никак не заберут. У Акса высокий реген. У него также есть уже ботинок. Да, безусловно. Не догонит его. Не просто. Феникс вернулся на линию. Ну, пока складывается такое ощущение, что потихоньку проигрывают Вич и Гейминг, Реборн вот свою триплу. Однако, все может измениться в любой момент. Потому что Templar Assassin, если подберет какую-то там интересную, хитрую руну, допустим, там, Хастада, Блдэм... Да, скорее нужен левел просто. Героям команды Вич и Гейминг, Реборн, нужен третий Леону, нужен четвертый Фениксу для второго Санрея. Мне кажется, ФВА ошибся с выбором спилов. В этой игре нужен был ему Санрея, а не Fire Spirits. Fire Spirits первого левела они просто очень мало как-то делают. Ну, конечно, замедляют скорость атаки неплохо. А почему просто не сапнуть линии? Ну, вот. Да не стоит. Бэтрайдер, мне кажется, себя вообще фривольно должен чувствовать на топе. Да, мы видим у него ботинок, стики. Нападение на Акса, тем временем. Стан дает Лина. Спектра, боже, Спектра, она погибает вот так вот. Еще и Феникс там погибнет, но Феникс улетает. Леон, Леон, Леон. Тут остается один, его прокляли Станом. Лина попадает, молодец. Operation просто не знает, с кого бить. По всем бьет, надо же было по одному. Наверное, возможно, было ли он и убили, но он стики проел и выжил. Да, убивают у нас очень быстро Спектру. Мы видим Ancient Operation очень много демеджа дает своей команде. Ну, действительно, так оно и есть. По 50 урона каждому герою на 3 атаки. Это 150 на 3, 450 магического урона. Вот так вот. Templar Assassin, тем временем, у нас получает 6-й левел и убивает у нас Ачемиста на миде. Так, убьют ли здесь у нас Templar Assassin? Стан. Так, надо было чуть раньше давать, наверное, Templarca. Ушла в инвиз. И... Ну, у него маны нет. И да, развел NoNo, молодец. Не оставил шанса. Так, оп. Одну монетку зарабатывает сейчас Лина. Кайф. Монетка. Точно. И, знаешь, надо, чтобы еще этот звук, как у Зевса, вот пим. Вот есть у них такая у Зевса, это как там, а, ну, анимация, не анимация. Таунт. Таунт, да, таунт называется. Монетка. Ну да ладно. Монетку заработать. Лучше всего, конечно, на этих, на минах Течиса. Вот там можно по 10 монет просто зарабатывать. Там... Очередной пул у нас от Ancient Toporish'ина. Просто динают они своих крипов. По полной причем динают. Так, Акс там бросил горелочку на Леона. Это реально жесть, как мы видим. Второй, ну, почти третий левел, окей. Третий левел Леон, третий левел Феникс на шестой минуте. Ну, куда же вы идете? Прямо по тавер, спектра. Сейчас я просто сагрил. Там успели загибить Акса. Акс может сагрить ее. Да, сагрил. Теперь втроем просто развалит эту девчушечку-то. Энт, зачем ты туда? Пошел, хотя нет, Лина. Ну, станом ты попадешь, или нет, у нее стан есть, вроде бы. Что вы делаете? Да, Леона дается нейтралом. Так. Спектра замедляет Акса у нас. Еще и Лина там по замедлению бежит. Нормально, нормально. Что это? Спектра вроде должна... А нет, Транквил у Акса, он может догнать. Разворачивается. Да, в итоге разворачивается. Не хочет он бежать до конца. Я не понял, почему Лина скиллы не дала? То ли у нее в откате они были, то ли... Наверное, в откате, скорее всего. Ну, не могла она так просто ошибиться. Смотри, смотри, и чейзит у нас ноу-ноу, но нет. Решил отступить. Хотели попробовать они как-то. Ой-ой-ой. И умер. Умер у нас Тейтхантер от Янга. Янг тем временем делает килл, зарабатывает себе много голды и экспы. Тысяча пятьсот сорок четыре и сорок пять уже монет у него. Блинк Даггер все ближе и ближе. Да, но ты знаешь, он при этом себе еще Боттл купил. И Инфьюз Драйн Дроп. То есть Даггер у него мог бы быть, он просто решил, что у него все хорошо. Вряд ли ему кто-то помешает. И продолжает фармить. Да, усилился сайтом и продолжает фармить. Эншн Топаришн тем временем пошел на топ. Да что ж такое-то? Все от нейтральных крипов умирают. У F.I. уже три смерти. В общей сложности пять смертей у нас у команды VT Gaming Reborn. И получается три от нейтралов. Да, тут мастера днаят, я так понимаю. Встретились и крипов, и себя днаят, все днаят. Кстати, да, по днаям, посмотрите, вот 27 у Темпларки, 10 у Бэтрайдера. Неплохо, неплохо. Этхантер, смотрим, хочет забрать руну, забирает руну баунти. Тем временем стакает себе еще и Эншентов. Понимает, что нужен, нужен ему где-то дополнительный фарм, дополнительный экспа. Да, безусловно. Он в Мекку выходит, и Мека как бы тоже нуждается в сборке, а сборка нуждается в деньгах. А, Алхимик. Что Алхимик делает? Алхимик выфарливает себе Мидас, хотел сказать, Армлет. Ну, что я не понимаю, как-то долго он его выфарливает. Если честно, 8 минут уже пора бы иметь Армлет, но только две части лишь имеются из всей сборки. Немножко успокоилась тут история у Яхоум Кинг. Ну, плохи, плохи дела у Алхимиста. Он все-таки один раз и умер от Темпларки, и, как мы видим, меньше крипов убил. Это с учетом того, что уже он каких-то лесных поубивал. То есть лесных все равно ты больше убиваешь. По сути, Темпларка неплохо так перефармливает пока. Так, что? Где? 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 Пропустили мы. Аппарат пришел тоже левел получить, очень хотел шестой. Но Янг хотел даггер больше, чем аппарат шестой, поэтому так вот и произошло. Ну, аппарат очень неуязвимый герой. Бэтрайдер как раз-таки против аппарата очень хорош. Он способен в соло его убивать вообще без потерь. Тайт идет, идет Тайт воевать. Шестой левел, но увидели, увидели у нас. Вичи Гейминг Реборн. Не идет Тайт воевать. Скорее всего, просто заберут стаки. Тут уже, да, сложно идти воевать, когда тебя спалили. Крип тебя откровенно бьет, и все знают, что ты тут есть. Да, ну просто они забрали эти стаки, отжали как-то Вичи Гейминг Реборн от этих стаков тоже. Что очень и очень хорошо для их Ом. И Энт тем временем на топе забирает Тауэр. Ну, молодец. Который подбил у нас Янг, да, находит себе лишнюю денежку. Ну, наконец-то ушел с этой проклятой линии, я бы так это назвал. Ну, проклятый, не проклятый, но надо было ему немного потерпеть. Ничего страшного. Если впоследствии Бэтрайдер начнет реализовывать свой даггер хорошо, сможет он с Хаунта прилетать постоянно на киллы. И тем самым восстановится очень быстро. Ну вот Бэтрайдер готов, 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 готов. Запрыгнуть через 3 секунды, через 2. Прыгает сейчас, поджигает землю. 1 секунда можно держать в лассо. Бо, вот так вот пока решил прохарасить. Да, не стоит вообще лассо, мне кажется, тратить. О, Эпарэйшн мимо. Рэвэдж у Тейдхантер, ну как-то неудачно все. А могли бы убить? Ага, сработала пассивка Кракеншелл у Тейдхантера. Да не, нормально. Развели на рэвэдж Тейдхантера. Я говорю, даже не стоило тратить уже лассо. Добило бы там Спектра при помощи Дизолейта. Вот, и мы видим, как раз таки, вот уже получает тот самый Килл Спектра, 6-й левел. И с хаунта она может полететь на алчемиста. Да. Летит уже сразу на алчемиста. Хочет она себе урну очень сильно. Смогут ли? Смогут. Нет, не добьют. Алчемист хорошо играет Армлетом. Так. Подстанили у нас ТА. Ну, возможно, она заберет Энштопорэйшн, потому что его замедлила. Темпларочка. Да, да, нет маны, нет маны у Акса есть инфа у Энда. Должен он сейчас, да, урну повесить. Все хорошо у нас сделает Энт. Блин, хватило. Сагрили, сагрили. Да, хватило маны такие. Ненормально. Выживает, выживает у нас Энт. Там Лина станет поставлять. Уходит красная Лина. Нет, не ух... А, уходит. Он не по герою нажал. Он нажал. Ну да, просто пространство. Ну, это что? Что за грязь вообще происходит? Она на ХГ зашла сюда, наверное, не видел. Нет, это уже ошибка. Так нельзя играть. Ой-ой-ой, посмотри, посмотри, что он делает. Он полез до конца. Зачем? Зачем? Спектра... Убьет, убьет все-таки Лину перед смертью. Не получит, правда, опыта. Но это уже какой-то жесткий дайв у нас. Вот Вичи Гейминг Реборн. Даже своеобразное неуважение, я бы сказал. Ну, под Т3 вот так лезть. Слишком хотел фраг. Ну, слишком как-то нагло. Не знаю. Надо было уйти уже. Ладно, я тоже, честно говоря, не одобряю такую историю. Все-таки... Ну, смотри, у нас стаки на Эншентах. И Хоум Кин. Давай, смотри. Начинает фармить. Ну, алчемист. Ну, как. Неплохо. Ну, то есть он еще этих крипов захватил. Ну, он заработает около косаря голды на них. Ну, да, давай смотри, 1400 вот у него. Ну, он уже. А, уже заработал. Стоили 150 где-то, да, заработал. Окей. Хорошо, пусть Алхимик зарабатывает. Не будем ему мешать. А Вичи Гейминг Реборн будут мешать. Ну, как, смотри, тут Вичи Гейминг Реборн, да, как раз таки хотят помешать Алхимику. Но не достанут, не достанут по всей видимости. А Flame Break, если хороший, ну, почти хороший. Ну, не точный, не точный, да. Flame Break, если бы он угадал с направлением, откинул бы прям на себя и мог бы как-то подцепить. Ну, мы видим, что Вичи Гейминг Реборн подходит и просто говорят спасибо за стаки. Так и есть. А, кстати, успел западать. Но, 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 но должен погибнуть. В центре тут стоит. Ревальш. ДДС также у нас погибает. Да, погибает ДДС. Кстати, видел красивый центр Ревальш? Да, да, да. Такой, не знаю, не розовый. В общем, там с какой-то анимацией, там еще такая спиралька есть. Ну, в общем, это все красиво, но сейчас будет красивее, если его убьют. Так, а вот он Бласт. Да, что ж ты так раньше? Да, да, да. Как-то понервничал. Ну, увидел. А, нет, смотри. Смотри, Ultimate и Fly. Все в год просто. Ultimate и Fly. Ultimate, брат. Не хочет он тратить Ultimate почему-то. Странно, да. Но, может быть, Спектра... Но, тем временем, молчами, что у нас убили Бэтрайдера Спектра. Очередной килл в исполнении их двоих. Это замечательно. Спектра получает свою экспу, свои денежки. Тем временем у нас и убивает еще DC Ancient Operation. Как-то он далеко зашел. Ну, слишком, может, далеко. Ну, что это такое? Ну, отдал должок Спектры, наверное. Что-то такое. Как бы то ни было, Алхимик 6 тысяч денег. И, действительно, он очень в сложной ситуации. Да, поскольку... Поскольку он Радианс покупает. Рецепт на Радианс. У Темпларки, у Темпларки есть столько же денег. Ну, да, да. Вот почему у него проблема. При равных условиях Темпларка убивает Алхимиста даже в соло. А при этом есть еще и Спектра, которая также очень хорошо убивает Алхимиста. В этом плане пик у Вичи Гейминг и Реборн очень хорошо продуман. Безусловно, я вот имел в виду, что настолько все плохо у Алхимика, что он решил купить себе рецепт на Радианс. Ну, как это? Неплохо, просто он засейвил денежку. Но есть ли в этом смысл? То есть, если все плохо... Нет, смотри, когда у тебя есть надежное золото, которое ты можешь засейвить, ты тратишь все ненадежное сперва на то, что ты хочешь купить, допустим... Хочешь ты купить Радианс следующим айдом. Ты покупаешь свиток и надежная голда, которая у тебя есть, если это вся голда, что у тебя есть, то ты вообще не теряешь золото при смерти. Окей. А почему просто, ну, не пофармить еще чуть-чуть и сразу не купить там вот... Ну, видимо, он умирал и купил себе свиток. А, в этом смысле. Ответ на твой вопрос. То есть, перед смертью, понял, понял. Ну, конечно, просто засейвить голду. Ты не теряешь вообще ни копейки. Окей. Ну да, в этом есть смысл. Ладно, меж тем... Меж тем игра-то продолжается у нас, и парни из ЕХОМ Кинг должны что-то предпринять, если хотят изменить ситуацию. Потому что пока график в пользу Вича Гейминг Реборн, а при живом Алхимике в вашем драфте это крайне плохо. Так, Алхимик там включает ульту, подрубает и начинает фармить. Но! Но Бэтрайдер уже готов. Готов Бэтрайдер запрыгивать. Готов. Готов. Вот он запрыгивает. Цепляет. Алхимика и везет. Санреем там Феникс помогает. Хотя Тедхантер-то подсевил Алхимик. Алхимик будет взрываться, наверное, сам в себя, потому что противников не видит Акс. Куда там Акс запрыгнул? Где Акс? Акс тут как-то сагрил. Непонятно кого. Он на хайсте сейчас на блинке может залететь, но Агр-то потрачено. Что ж такое? Это Акс. Феникс. 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 Типаут просто делает. Уй-й-й-й. Сменил. Типаут. Но и пытается пролететь. И улетает. Хорош. Несмотря на... Ты видел это? Несмотря на Агр-Акса, Феникс продолжает движение вперед в Санре. Вот это интересное наблюдение, честно говоря. Тут у нас умирает тем временем Машин Топоришн. Темпуар Ассасин у нас начинает нарезать персонажи потихонечку. Отличный стан Леона. Несмотря на то, что умирает Спектра, должен умереть у нас также и Тейтхантера, и Акс умирает. Минус 4 от команды Вичи, Гейминг, Реборн. В размен на Спектру. Неплохо, да. Хорошая драка. Очень все грамотно. Там не подставлялись до последнего в пятером под Ревальдж. Развели на Ревальдж. Потом включилась остальная команда в лице Леона и Феникса. И разобрали у нас все герои в Ехом. Плохо, что аппарат погиб. Сейчас он очень сильно помог в сражении с этим своим Бластом под Ревальдж Тейтхантера. Ну, ты понимаешь, он не может этого никак избежать. Темплар Ассасин прыгает на него. У нее уже четвертый мэлт. Это минус 8 брони. И есть также Блайтстоун, который еще на 2 единицы эту броню самую снижает. Получается, что у Апаришен становится минус 10. У него всего 3 брони. Вопрос. За сколько Апаришен умирает ударов? Мне кажется... 2? За 4. 4? Мэлт и 3 удара. Или 2 даже. Ну, то есть, мэлт и 2 удара. За 3 или за 4, в общем, он умирает. Мэлт. И он, как бы, ничего не может с этим поделать. Если ему не поможет Акс или Тейтхантер ревальджем, то, как бы, все. А если попробовать как-то изменить позицию? То есть, вообще далеко стоять там? Ну, тогда ты будешь очень долго ульт кидать и велик шанс промахнуться. Ну да, тоже в этом есть логика. Окей. Но, с другой стороны, больше покрытие. Ну, может быть, не так далеко. Ну, ладно. В общем, да, там ситуация такая неоднозначная. Дальше стоишь... Ну, чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево, все равно уже будет плохо. Олрайт. Бэтрайдер, между тем, тоже покупает артефакты. А ультимейта Паришна, это не тот спелл, которым хотелось бы промахнуться. Это да. Это да. Но надо, значит, четко как-то играть с Тейтхантером, там, и пытаться... Ну, или, может быть, с Аксом. Ну, в общем, с любыми персонажами, которые могут зацепить, чтобы там прям давать... Да, смотри на Бэтрайдера. Видим мы, что он топ-3 Нетворс, Тревела, Даггер и Форст Став. Вообще, все необходимое для хорошей инициации есть у него. Ну, и пора уже тогда инициировать. Может быть, смог... Ну да, ну вот, выходят как раз-таки они на нижнюю линию. У нас Витчи Gaming Reborn. Дают, кстати, DDC дофармить Блинк Даггер тоже. Понимают, что важный артефакт на Леоне. Вот мне нравится это. В китайских Леонах нет игры, где они играют без Даггера на Леоне. Не, ну, прям, если очень быстрая игра заканчивается, то понятно. Но так они вот всегда где-то к 20-й минуте в среднем. А то и быстрее имеют этот самый Блинк. А здесь, кстати, Смоук от Ихоум Кин. И мы видим, что они не нашли противника. Хотя противник на хайграунде находится очень плохая позиция. Тедхантер. А Акс успел. Сагри, какая же крутая реакция. И просто растерли. Растерли в пыль, в порошок. В труху. Темплар Ассасин. Не оставь ей... Да, и пойдут забирать Рошана и Хоум Кин. Но не уверен, что смогут они без Алчемиста. Да, Алчемисту тоже нужно бить. Он-то понимает. Да, он-то понимает. Начинает бить и нормально вроде пробивает. Да. Ну, идут, идут у нас ВИЧ и Гейминг. Посмотрим, захотят ли предпринять что-то. Нет. А, вот это внутривизация, очень хорошо. FY запалили, убили и продолжат просто бить Рошана. Мы видим, кстати, что у нас еще и Янг хочет попытать удачи. Не хотят они просто так отдавать. У ДДС есть ли Блинк? Нет, нет, Блинка. Но это плохо. Это плохо, поскольку без Блинка... А Темпларк это уже бежит сюда. Смотри, сейчас может под Спектру. Акс, вот как же крутая игра. Ты Бласт полетел по ДДС. ДДС, до свидос. Еще и Лагуни там. Но, но, но будет драться. Пацаны ли, да, пацаны ли. Мы видим, что за три удара погибает у нас Акс. Реведж получает у нас Ноу. Ноу. Нет, Вижена? Серьезно? А, нет, вот появился Вижен. Все, Спектра должна была давно уже ультирить. На самом деле. Хотя ждал, ждал он Родианс. Энт, я понял. Он ждал Родианс. Так, Алхимик там обудит армлет и выживает. Но он все-таки держит. Янт погиб. Не, выживает. Не выживает также у нас и Тайтхантер. Не дают добить у нас все-таки Рошана. Вичи Гейминг Реборн. Великолепно сыграно. Вообще круто. И добьют сами. Добьют сами сейчас. Но там Ехом так вот выходили на противника. То есть они били-били Рошана. Потом делали выпад на противника. Возвращались опять. Били-били-били, потом еще выпад. Ну, с одной стороны, это правильно. Ты убиваешь героев. Вроде бы убиваешь героев. Противник в меньшинстве. Тебе проще добить того самого Рошана. То есть ты безнаказанно убиваешь Тайтхантера. Одного героя, потом другого героя. Думаешь, а, да все у нас хорошо. И, как оказалось, не все хорошо. Сумел ли он перед смертью застанет у нас Акса. Влетела Templar Assassin. Убрала этого Акса за три удара. Вынужден был потратить Ревадж. Тайтхантер. Вовремя нажал у нас Melt No-No. Поставили после этого сентри. Но уже подоспела Спектра. Выиграла его команда достаточно времени, чтобы он успел купить себе Радианс. А все мы знаем, что Спектра с Радианцем наносит, ну, просто огромный урон в тимфайте. Да, тысяча урона вместе с Радианцем и Диффузами наносит Спектра. По отдельно взятому герою за время действия ультимейта. Так вот. Ну, тут просто казнят Апрэйшена. Никаких шансов у этого товарища нет против Бэтрайдера и Templar Assassin. Кстати, он, конечно, отбросился ультимейтом, но... Ну, Бэтрайдер вынужден слетать на базу. Не сказать, что это плохо. Он сейчас быстро похилится и сможет как-то уже в другую сторону побежать, потому что... Лина здесь наказывает Спектру. Ну, так, чуть-чуть. Чуть-чуть наказала. Ну, ничего страшного. Сейчас... А, он даже улетит на базу. Мы видим, что Хаунд у него будет через 7 секунд. Ну, то есть очень-очень скоро он пойдет фармить другую линию. В то время как его команда может навязать какой-то файт, и он уже туда прилетит. Ой, а вот, кстати, файт навязывает Акс Шао и Оперэйшен дает бласк. Кстати, круто сейчас получается. Ну, в очередной раз, да, погибает. Нельзя все-таки так стоять, как-то слишком неаккуратно. Когда Акс уже неоднократно делает одно и то же с тобой, он просто агрит тебя. Ты получаешь колд фит от Оперэйшена и ультимейт Оперэйшена, и все. Оттуда ты уже никак не уходишь. В каком-то смысле... Вроде это не Квиннов Пейн. Не Квиннов Пейн, не БДСМ. Ну да, удовольствия мало. Может быть, она ученица, молодая ученица, может быть. Ну да ладно, Тавр тоже удовольствия, друзья, не получает, потому что его разминают активно, есть фортификация. И без темпларки сложновато, наверное, хотя все равно Бэтрэдер может ворваться, и там еще есть спектра с ультимейтом, с хаунтом. Она уже, кстати, с фейзами. С фейзами она давно, а она с диффузами. Диффузами и фейзами. Отступили, парни. Отступили, силы света разрушили башню на... Где они ее разрушили? А, вот от этого, наверное, была башня убита. Перетягиваются пока яхомкин. В свои леса такое ощущение, что они просто решили пофармить. А вот тут-то есть Бэтрэдер, который все эти фармштуки-то и Кантри, да, зацепил. Сразу же спектра, спектра, спектра дают ульту. Может, ой, там на хайграунд затащили Собера, и что ему делать? Да ничего, он застреляет. Да, отличный, отличный вариант у нас для команды Вичи Гейминг и Реборн. Тайдхантера очень тяжело убить за лассо, поскольку сработает его пассивка, и он скинет это самое лассо. Да, так он затащил на хайграунд, где попросту его сжег, эфвай своим лазером. Санреем. Также у нас спектра успела убить за ультимейт Эншент Тепаришина, и мы видим, что еще и Акса успела убить. Я так понимаю, что успела убить аппарата, и за время действия ульты сделала... Переместилась на Акса. Да, при помощи реалити телепортнулась к Аксу и также убила его. Ну и что же, уже мы видим, что Ехоум серьезно проигрывает, несмотря на то, что Алт Чемист, как обычно, у нас топ-1 нетворс. Кстати, отличный сейчас был эвейт. Да, эвейт был красивый, спору нет, выглядел очень скиллово, но победить-то не поможет это. Абсолютно не помогает победить у спектры, но это при том, что спектра-то против Акса стояла, у него сейчас 12 тысяч, у Акса 5. То есть вот остановилась в своем развитии экономическом Ехоум. Ну оно и ясно, очень жесткие герои у Вичи Гейминг и Реборн для поджима, и Леон, и Бэтрайдер, Феникс постоянно где-то прикрывает, в это время Темплар Ассасин просто вычищает всю карту. Спектра, в принципе, доедает остатки, то есть ей супер много айтемов не надо, но Радианс и Дефуз у нее есть. То есть Энд по-прежнему у нас показывает хорошую игру. Я его отмечал в начале матча. Вообще он аппарата просто убивает ультимейтом, если честно. Вот тут, кстати, Тайдуху ее опять-таки тащат, сбрасывается лассо, но там есть флеймбрейк, его бросают еще раз назад. Возможно, захочет он, ой, Акс неудачно ворвался, не зацепил ни одного героя. И стан, отчимистов ДДС решает отойти у нас. Команда Ехоум Кин, ну и правильно, потому что драку они 100% проиграют, если примут. Даже с Сайтхантером, мультом, там, по-четверым. Спектру нажимает ультимейт и начинаются огромные проблемы. Она начнет убивать одного за другим героев команды Ехоум. Окей. Ехоум Кин юзит у нас скан, никого не находит. Надо как-то попробовать развести, мне кажется, Спектру на этот ультимейт и подраться, когда у нее не будет его. Но все равно не сложно. Ну, как ты разведешь? Если она нажимает, уже твои два героя погибают. Аппаришен и Лина. А если на пассе? У Лины же, у Лины же нет, Еула нет. Да, да. И даже был бы Еуул, могла бы диффузить Спектру. Вот, смотри. Смотрим, да, у Спектры и что? И у Аппарата уже пол-хп там нет. Битва в центре. Реваль, кстати, хороший. Там Лагунит еще и Спектру. Спектру убивают Леону вместе с ним. Феник ставит Супер Солнце и Тайм-Катр погибает. Легко, но все умрут. Ну, Акс уже не умрет, наверное. Хотя нет, закончился. Ой, ой, отлично увернулся. Блин, как-то не получилось все-таки драка, наверное, немного у Вичи Гейминг Реборн. Ну, зафакутили Спектру, это хорошо. Я только сказал. Да не, они дрались, на самом деле, без Тэмплар Ассасин, это такое себе. Ну, да, да. Конечно, но, блин, она убивает героев с двух ударов. Ты подлетаешь к Аппаришену, но уже все, с два удара его нет. Ну, так и надо, Ехоум Килн делает их задача. Вот, разделить противника, разделяй властву. Ну, нельзя, чтобы пятером они собрались. То есть, пытаться использовать. О, это как раз-таки ошибка. Тут Вичи Гейминг Реборн убивает у нас Феникса, чьи мест. Шесть тысяч у него денег. Ё-ё, Алхимик чудеса опять-таки показывает, но его все равно успели фиксануть. ДДС, кстати, погибает, там Пларка оттуда одна. Ну, вот, что же вы делаете, это по одному опять драться. Да, есть БКБ, нагоняется просто за аппаратом, но она его убивает. Однак, сейчас БКБ закончится. В три удара, да, в три удара убивает, но... Ну, Акс должен сагрить. Акс, у него есть агро, зайди туда, Акс. Лоу. Он не видел, не видел. Все хорошо, очень делает ноу-ноу. Он вне Вижен нажимает инвиз, тяжело понять, куда он ушел в инвиз или же продолжил движение дальше. Ну, сейчас, мне кажется, это ошибка, потому что Алхимик гнался за темпларкой с Радиансом. У неё даггер не был в откате. То есть не могла она прыгнуть. Он понимал, что пропала она из Вижена, когда зашла в кусты. Но она могла бы дальше продолжить движение. Там же Вижены у них тоже нет. Ну... И могла и налево уйти. Ну, да, смотри, вот могла и здесь, и сюда уйти, и сюда уйти. Но... Ну, ладно, в общем, не буду спорить. Мне показалось, что хотя бы попробовать надо было. Ну, это ты видишь, как бы, темпларку, потому что у тебя нет тумана войны, а Акс-то её не видит. Нужно представлять, как он видит ситуацию. Тем временем у нас убили Вичи Гейминг, Реборн и Акса, и Лину, и Апаришина. Там же просто Алхимик-то бежал в одну сторону, то есть в ту... Ну, то есть он уже часть подсвечивал. Можно было пойти в ту сторону, где, ну, как бы, по их мнению... Нет. Ну, то есть могла быть Ланая. Алхимик же какую-то часть Вижена открыл, да? Пошёл там налево, там, или направо. Не, он вообще сюда пошёл. А, ну, куда, куда, куда он пошёл? Ну, короче, в эту область. Вот сюда, да, пошёл? Да, она встала здесь. Ну, то есть Акс? У него вот так развилки вообще даже были. Три. Ну, вот куда-то сюда Аксу надо было запрыгнуть, типа, зайти. Ну, да. Ну, опять же, он мог бы не увидеть вот эту область уже, куда она могла бы убежать вот так. Окей. Короче, всё равно она бы выживала, по-твоему мнению. Ну, много аутов было, и не стали чейзить тоже. Есть же другие ещё герои, нельзя же просто бездумно бежать за одним героем, когда могут ещё три прибежать. И всё вообще поломать тебе. Это да. Но, с другой стороны, Темпларка весьма ценный актив. Слушай, а вот объясни мне, опять Алхимик покупает Блэйд Мэйл. То есть, всё-таки считает, что достаточно серьёзный этот артефакт бустит его и помогает... Ну, да, не хочет, чтобы его била Темплар Ассасин. Всё-таки очень больно, да и Спектра тоже. Ну, не знаю, посмотрим, как в итоге выйдет. Но в этой игре явно получше дела идут у Ихоум Кин, чем в предыдущей. В предыдущей как-то вообще бесшансово было. Здесь же они ещё могут побороться. Окей. Первый, если я не ошибаюсь, Тавр, они забрали, сразу же на второй идут. Вот, действительно, ещё есть запасы в голде, так что, теоретически, могут, это десятичное преимущество, они там как-то, ну, немножко сбить. Сбить спесь. Тайдуха впереди всех, у него пайп есть, он даггер вообще не собирал. Понимает, что, наверное, нужны такие какие-то более защитные артефакты, помогать. Феникс лучом прогоняет Тайтхантера. Ну, а там, ну, колбакл, ботинцал. Суперсонс успел использовать, смотри, прямо заивейдил. Смотри, сколько дэмэджа получил Тайтхантер с одного Санрей, 600. Это же жесть какая. Это да. А там, между тем, Акса-то везут, а Акса сейчас просто развалит, там палец вверх и Собера. Да, Аксу увезли уже в мир иной. Тайтхантер перед смертью издает реверс, но убивают при этом, да, у нас спиктру. Но все-то погибают. Ну да, вся команда убивает. Ой, умирает. Ихоум кин, минус пять. Вич и гейминг потеряли только одну спиктру. Ну и да, все-таки, наверное, игра подходит к логическому концу. Ой-ой-ой. 7800 урона против 3600. То есть в два раза больше урона просто вич и гейминг реборн. Ай. Надо было посмотреть, сколько спектра отдельно нанесла. Ну ладно. Но спектра, у меня такое ощущение, там очень много нанесло. Иллюзии. Понятное дело, уже и Темплар Ассасин нереальный дэмэдж вписывает, и спектра нереальный дэмэдж вписывает. Все это у них под Фениксом, под Санреем, либо Ультимейтом. При этом Леон еще имеет вероятность кого-то застанить. Ну, у него есть Блинк Даггер, он может очень хорошо ворваться. И также Бэтрайдер и для инициации, для контр-инициации очень-очень хороший герой. Они растягивают неплохо по драке, Ихоум Кин не дают врываться больше, чем в одного героя, Аксу. И поэтому вообще не испытывают никаких трудностей. Честно говоря, вторую... Нет такого, что Акс ворвался в трех героев и заберстили их Ихоум Кин. Они в теории могут это сделать своими героями, но вичи гейминг реборн вообще не дает возможности, повторюсь. Я бы еще отметил такой момент, что вот вторую карту подряд Ихоум Кин делают ставку на своего Алхимика. Причем на этой карте они его защитили просто убер, круто пикнув еще и аппарата. Но пока Алхимик не приносит вообще никаких дивидендов. И это как МММ. Акции вы вложились, но шубу жене купить не получите. Хотя вот она жена, да что ж такое. По-моему ей определенно нравится где-то так встречаться с Аксом. БКБ ее спасает, будет Ноно бежать. Спектрадует ультимейта, можно попробовать на разворте что-нибудь придумать. Феникс залетает, Феникс улетает. Супернову поставил трейк, есть там подкоп от Леона, но не того он копнул. Можно палец вводить, а берем баны. Супернова работает, встанет трех героев. Пока что все весьма неплохо складывается у нас для команды вичи гейминг реборн. Но видимо Флайя забирают. Спектрадует тем временем убивают Ильину. Окей. Алхимик будет бросать колбу, по Спектре попадает. Один пока размет, мне у вас скажут, что у нас битва. Акс отдельно сражается с Леоном, не получается его убить. Между тем Спектра казнит всех, кто попадается ей под руку. И Алхимик вынужден делать ТП аут. Да, Паришин умирал или нет, не умирал, но это и не страшно для команды вичи гейминг реборн. Они просто сейчас пойдут, наверное, у нас по нижней линии, даже проигнорируют Рошана или нет. Наверное, стоит все-таки им забрать его. Да, там Плара Ассасин у нас целенаправленно идет, видит Рошана, сразу же начинает бить его. Сейчас, наверное, скажет Спектра, братишка, Энд, иди сюда, Аегис, забирай. Да нет, может лучше там парки? Нет, нет, нет. Ну да, да. Во-первых, слотов нет, во-вторых, Спектре 100% лучше. Она наносит урон при помощи третьей пассивки, Диспершн. Наносит урон, когда ее бьют. Если она живет две жизни и танкует все это время, наносит урон Иррадиансом. И при помощи Диспершн, ну смотри, тем не менее, отдают они Тамплар Ассасин, Аегис. Потому что она бьет Тауэр, все-таки, скорее всего. Ей проще бить Тауэр, она больше дэмэджа по тому самому Тауэру наносит. И отдают ей Аегис. Ну, тут, в принципе, и то, и то хорошо. Мы имеем в виду и Спектре Аегис, и Тамплар Ассасин Аегис. Они обе сейчас очень сильные. Оба персонажа очень сильные. И неважно, в принципе, какой из них получит Аегис. Разные просто аспекты атаки, да? Да, да. То есть выгоднее Тамплар Ассасин в том плане, что могут просто заходить. Под рефракшеном она будет бить там свои 5-6 ударов, отходить. И, ну, как бы, меньше риска при заходе на хайграунд. Окей. Сейчас мы видели эпизод, когда Лина все-таки с Таном промахнулась практически по стоящему Леону. Ну, вот. Причем он там не пытался как-то мансить или что-то такое как-то делать. Просто она... Сильно сосредоточены у нас сейчас Вичи Гейминг Реборн. Хоть и с Аегисом, Тамплар Ассасин. Ну, кстати, вот... Она хорошо заходит. А Спектра показывает всех, и сразу же на аппараты прилетели. Боже ты мой, аппарат не выживает вообще никаким образом. Спектра дальше будет драться. Акс пытается... Спектра с БКБ у нас. Спектра с БКБ. Акс умирает. Лина тоже умирает. Алчемист умирает. Тайтхантер умирает. Ну и Гудгейм должны писать у нас сейчас здесь и Хомкин. Понимая, что вообще ничего не светит больше им в этой игре. Ну, да. Как-то файт показал, что... Ну, смотри на ХП. Смотри на ХП в Вичи Гейминг Реборн. Ты все поймешь. Да, да, да. Пуловые парни. Давайте еще раз в так бою посмотрим. Ну. Ну, 8000 урона против 2000 урона. Это очень серьезно. Вот так вот получилось, друзья. Затерпели в начале против агрессивной триплы. На прошлой карте Яхоу Кинг также показывали активную доту. Сделали крутой размен. 4 в 1 до выхода крипов. Но потом все пошло не так, как было запланировано. На этой карте тоже ставка не оправдалась. Слишком много внимания было уделено Алхимику. Думали они, что Алхимик это равно Светлое Будущее. Но Светлое Будущее не равно Алхимик, а равно Темплар Ассасин плюс Спектр. Бэтрайдер вообще отыграл 10-0-18. Да, да, я хотел тоже отметить Янга. Великолепная игра. Все айтемы четко по таймингу. Вообще мы видим, что 6 очень нужных айтемов он себе купил. Забил весь инвентарь. И Янг явно MVP этого матча. Да, вот так вот аплодируем и Бэтрайдеру. И будем, друзья, уходить, наверное, на небольшую паузу. Скоро у нас следующая карта. Ну как, относительно скоро. Через 2 часа 15-10 минут. Сколько там у нас сейчас времени? Да, через 2 часа 15 минут. Кто у нас там играет, ты помнишь? Не помню, но... Ну я сейчас скажу, потому что помню. IGD против IG Vitality. Ага. Ну, кстати, тоже неплохая пара. Но на самом деле в Китае, как ты уже отмечал, довольно много. Ну, даже, я бы сказал, очень много. Сильных команд, да. Слушай, а вот прежде чем идем на перерыв. Бэтрайдер, ну, то есть стандартный как бы айтем билд Бэтрайдера, да, это вот Blink там 4 Staff. Он себя собирает, ну, и потом там еще что-то. Ну, условно, там, Тревелатом или БКБ. Насколько важна линза для Бэтрайдера? Не знаю, насколько сильно важна, но... Явно удобнее с ней цеплять в лассо. То есть не обязательно прям вплотную подлетать к герою. Можно где-то чуть-чуть рядышком блинкануться, сразу заултить и повести уже к своим. Ну, немного времени ты выигрываешь за счет этого. То есть есть... Есть ли смысл собирать вот линзу сразу же после даггера, допустим, вместо... Нет, сразу после даггера нет, только после форстафа. Ну, после даггера форстафа. Но он даже купил ее, получается, после Тревелов еще от даггера форстафа. Ну, вот самый правильный билд, как по мне, даггер, форстаф, линза, мне нравится все-таки с линзой играть на Бэтрайдере, потом Тревела, потом БКБ, если надо, а потом я покупаю обычно рефрешер. Рефрешер. Но Аганим, судя по всему, круче даже. Чем рефрешер. И во время файта, да? Чтобы можно было запрыгнуть и поставить. И во время файта, и вообще в макроигре Тревела очень жесткий айтем. Ты можешь сначала показаться на одной линии, и уже через 3 секунды, ну, не через 3, там, через 5, уже быть на другой. Ну, теоретически, да. То есть, там, уже на другой, там, под смоком, опа, вы там кого-то запрыгнули. Ну, даже не под смоком, просто на пачку крипов тпшишься, если Вижена нет с вардов у Энеми, то все, сразу уже запрыгиваешь, там, на героя, который фармит, допустим, лес рядом. Окей. Много возможностей, в общем. Ясно. Ну, я так понимаю, что в перерыве ты сейчас начнешь, там, рассматривать батл этот пасс, или как он там называется? Ну, не знаю, рассматривать, не рассматривать, но схожу, точно, наверное, куплю себе его, для начала. Так, то есть, у нас, и того, давайте, друзья, подведем итог. До начала следующей карты... 2 часа 10 минут. LGD против IG Vitality. Приходите к нам, будет весело. Ну, во всяком случае, не скучно, так уж точно. Надо было все-таки, чтобы у нас была третья карта. Ну... Но нет. Как получилось. Ну, в принципе, изначально мы обсуждали это, и давали прогноз 2-0 на Vichy Gaming Reborn, поскольку команда действительно сильна. Одна из лучших команд в китайском регионе. И, ну, не те, не те оппоненты, пока что. Не те, которые могут как-то сопротивляться. Я думаю, тогда нам все-таки имеет смысл, наверное, стопнуть трансляцию, ну, два с половиной часа, я не думаю, что здесь... Не, ну, естественно, пока что мы уходим на перерыв. Возвращайтесь к нам в 15.00 по Москве, по Киеву. Будем для вас кастить эти замечательные игры. Обеденная дота такая у нас будет. После обеденная. А, после обеденной. Ну, тут... Да, обедать вот уже скоро надо идти. Обед у вас в час, да, где-то начинается? Ну, всех по-разному. Ну, обычно, да, в час. Окей. В два нормального обеда вполне себе. Ну, что ж, друзья, после обеденной дота, если вам достаточно мало лет, то вы еще сможете после обеденно поспать и, проснувшись, прийти на трансляцию. 15.00, мы вас ждем на этом же канале, друзья. Будьте с нами, и мы вас не бросим. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бомб... Продолжение следует...